здравствуйте дорогие друзья давно мы с вами не виделись были небольшие ситуации не мог я работать с картинами но сейчас все изменилось слава богу все хорошо читал ваши комментарии друзья со мной все хорошо будем дальше работать над картинами у нас будет много новых работ на данный момент я работаю над четырьмя картинами мы будем пробовать и портреты писать море зиму летние пейзажи в общем подписывайтесь будет интересно всем огромное спасибо друзья за лайки за комментарии огромное спасибо вам за поддержку отдельное спасибо хочу сказать за донаты спасибо что поддерживаете канал сегодня напишем зимний пейзаж всем приятного просмотра друзья давайте приступим здравствуйте дорогие друзья всем доброго времени суток сегодня напишем зимний пейзаж на закате пейзаж не слишком сложный здесь более сложное будет небо холст 24 на 30 краски это сажа газовая допустим можно индиго это голубая фц можно ультрамарин это ум броженная краплак красный розовая холодная краска это кадми красный светлый это кадми желтый темный это кадми желтый светлый титановые белила пишу на тройничке возьму вот такую кисть двоечку круглую давайте возьмем разбавим умбру а так жиденько чтобы просто расставить с вот этого края примерно треть вот так не здесь сантиметров 5 оставлю теперь здесь примерно столько же сколько здесь можно чуть чуть меньше так пройдет и чуть-чуть у центра чуть чуть ниже давайте расставим и облачка чтобы нам проще было работать здесь столько же отступим примерно как здесь здесь сантиметров 5 и вот такие неровные облачка здесь такое пузико можно было начать наверное проще будет начать вот так провести линию и вот так будут облачка чуть чуть меньше вот здесь самая яркая область и так выходим какие будут оранжевато-коричневые облачка вот это пузико я сделал слишком большое давайте подкорректируем вот так его сделаем здесь будут темные такие облачка сюда зайдет оранжевая и вот здесь тоже такое синее еще будет темное облачко можно вот это облачко тоже поделить вот вот этого пузика вот так будут темные нас вот здесь будет темная вот это примерно сантиметра 2 вот здесь здесь будут кусочки снега на это можно сразу не показывать здесь чуть чуть ниже в центре зайдет темная здесь будет кусочек снега рядышком еще кусочек и вот здесь темная это будет снежок здесь здесь деревья на деревья мы пока трогать не будем вот эта область вот снежка то есть вот это будет самое темное можно начать самого яркого хорошо вытираем эту же кисть берем кадми желтый светлый кадми желтый темный разбавляем чтобы красочка была такая мягенькая мягенькая белила туда добавить и у нас над вот этими облачками самая яркая область можно даже еще больше белилок больше в сторону кадми желтый темный но с белилками чтобы она такое насыщенная желтая кадми желтый светлый он более холодную сторону уходит а нам нужен вот такой светлый желтый не это больше белилок на этом и сейчас пятнышками растаем не будем уходить в детали сначала просто самая яркая вот здесь еще будет мы сейчас первый слой кинем все равно это будет все корректировать теперь нужно кадми желтый слегка кадми красный возьму добавлю такой оранжеватый слегка уходя в края можно больше красноватый брать вот такой насыщенный красноватый здесь больше с желтым оранжеватый подойти к вот этому облачку можно такого светлого кинуть вот здесь чтобы показать что это еще облачко это мы закрасим темным вот здесь можно более оранжеватый на краю идти вот это тоже красноватый капельку коричневый возьму вот здесь более красновато-оранжеватый сюда заходим больше коричневатый берем вот сюда уходя в эту сторону вот таким светло-желтоватым вот здесь сделать можно пока у нас есть такое светлое кадми красный вот эта часть яркая такая можно розовиночку чуть-чуть взять это подкорректируется потом я сейчас просто намечу что это у нас облачко пока у нас есть такие цвета можно взять кадми красный кадми желтый слегка розовиночку вот такой насыщенный над горизонтом у горизонта разбеленный розоватый постараемся максимально пятнышками все правильно расставить чтобы потом нам просто чуть-чуть подкорректировать все это вверх кадми желтый с белилками вот такой здесь нужно больше с белилками будет более плотненько вот так яркости добавить где самое яркое пока нужно стараться в детали не уходить розоватый с красным здесь розоватый нужно синим будет голубая фц розоватая добавил розовая вот такое темное облачко с розовым подмешиваться будет будет получаться слегка фиолетоватый цвет вытрутись вниз более розовый меньше темного больше розовой краски меньше синие получается больше розовый капельку белилок можно у горизонта всегда у нас светлее этом более светлое делаем даже вот такое розовато синеватое но она должна быть светлее к низу чем вся тучка можно взять кисть побольше теперь вот такую овальную кисть возьмем голубую фц белилки капельку розовой слишком синяя больше белилок и больше розовой чтобы более фиолетоватая получилась нужно еще больше розовой добавить и белилок уходя вот сюда подмешиваем с желтым ничего не боимся слегка зеленоватый но он будет красиво смотреть слегка сделаю светлее здесь небо более фиолетовая хорошо вытер кисть можно взять кадмий желтый белилки нужно больше белилок пусть она и зеленоватое будет но вот такое кадмий желтый темный белилки это все другой кистью подкорректируем сейчас вот так сделаем вот здесь коричневая тучка я ниже нужно было поэтому я ее закрасить давайте сделаем синяя капельку возьму сажи газовой слишком много вытру кисть там то достаточно вот такое синяя добавим побольше белилок с вот этим розовым подмешиваем больше белилок вот эта часть светлее вот такая слегка больше в синюю сторону потом слегка светлее сделаю более синюю сторону еще светлее нужно взяла желтые вытер кисть вот такое светлее вот здесь по краю можно больше розоватый брать получится более фиолетовый цвет вот здесь больше фиолетовый такой чуть-чуть потемнее кину а по низу этот же оттенок только слегка светлее здесь нужно больше сажи газовой сюда же добавлю вот такое темное сюда она зайдет и вот такое темное зайдет вот так и вот эти тучки точно так стараемся форму вывести вот такую неровную даже вот таким общим цветом сразу закрасить а потом добавим светлее темнее низа больше сажи газовой здесь низ наоборот сделать темный чтобы еще больше подчеркнуть что вот здесь у нас будет яркая чтобы вот это больше загорелась вниз вот этих облачков делаем темнее чуть-чуть теперь более светлое желательно взять кисть поменьше можно такую же но меньше либо я взял такую ровную кисть делаем посветлее и корректируем где у нас есть светлее корректируем саму форму облачков светло-синеватый делаем там можно будет темным подкорректировать и здесь с этой стороны точно так вверх у нас светлее потому что там попадает свет где-то в центре чтобы больше объема было облаком давайте теперь этой же кистью сделаем дальний план темная возьмем больше сажи газовой опять же давайте с красным сделаем белилки это подойдет более для ближнего плана темное такое слишком темная дальний план больше разбеливать нужно я вот это сейчас закрашу которая потемнее добавлю больше белилок вот такой у нас дальний план я даже специально дергаю рукой чтобы как будто бы вдалеке от самих ворсинок будут оставаться похожие на небольшую растительность слегка сходимся с небом чтобы горизонт не явно выраженный был слегка подмешиваю с небом чтобы более туманный был вот эту растительность нужно сюда же добавим коричневатый вот эта растительность более коричневатая нужно снежок сначала было на его такие пятнышки проставлю и вот здесь кинем снежочек снежочек будет вот такой слегка с синим и с розовым здесь снежочек вот эта область у нас а для чего мы расставили все это нам теперь проще мы видим где у нас есть снежок более белый сделаем и снежочек него так как я делал растительность а снежочек показываем мазочком к низу вот так как бы небольшой склон показать то есть который ближе к нам вниз делаем слегка светлее и здесь чуть-чуть с хочу тоже теперь нужно закрасить весь снежок вот эту область сделаю вот такой кистью не обязательно скошенная можно ровной вот такой снежок фиолетовата сейчас проставим посмотрим насколько он подходит нам где растительность тоже видите как бы слегка дергаю руку чтобы вот это все растушевываем слегка чуть-чуть заходим на растительность сразу слой делаю небольшой чтобы проще было подкорректировать конечно можно будет дать подсохнуть вот здесь нужно больше в синеватую сторону вот здесь ну а здесь вот таким розовато фиолетовым видите снежок по плоскости делаю то есть мазочками показываю что здесь плоскости снежочек и лежит на этой плоскости ближе к нам можно слегка светлее сделать можно вот эту часть тоже слегка светлее сделать есть возле солнышка то есть больше света чуть-чуть светлее прям на холсте подмешаю больше белилок и пусть где-то светлее то есть вот так чтобы где-то светлее кита темнее возможно там ведь бугорочки какие-то снежка вот эта часть просто больше белил вот здесь угол можно вот такой слегка серый сделать больше сажа газовой потемнее чуть-чуть а вот этот снежок светлее этот же эти же оттенки более розоватый розовато-фиолетовый такой снежочек белый на его не делаю слишком белый серый и местами будет чуть-чуть белее быстро закрашиваем вот это чтобы отделить просто берем по краю вот так больше белилок и это нужно будет более плотным слоем сделать ну по тону просто отделяем здесь коричневая но я все равно кину снежочек сразу вот так светлым отделили это все закрасить здесь возможно не обращаете внимание я делаю все под наклоном то есть у нас ведь здесь пока можно дорабатывать нужно дать подсохнуть если нет времени постараюсь доработать чуть-чуть вот это взял больше розовиночки слегка с синим выведу вот этого облачка кадми желтый кадми красный капельку белилок вот такое яркое и по низу вот такое пройдет можно сразу везде закрасить вот так здесь корректируем облачка они сходятся вот здесь хорошо вытру кисть кадми красный кадми желтый белилки вот сюда зайдет вот такое даже если где-то у нас получается слегка с зеленым ничего страшно больше в красную сторону возьму здесь вверх кадми желтый слегка с вот этим что только что делали вот здесь такого чуть-чуть добавить вот такие небольшие тучки хорошо вытираем кисть кадми желтым больше в сторону кадми желтый темный но с белилками вот здесь больше с красноватым подойти оранжеватым вот здесь подмешиваем с вот этим синим что мы делали здесь тучки можно здесь больше добавить теперь давайте сделаем вот эти облачка такой же оранжеватый сюда кинуть и вот так растушевываю с вот этим темным заходим на темное заодно корректируем тучки наши вытираю кисть когда слишком много темного взяла вытираем кисть и до набрасываем вот такое оранжеватая где-то больше в сторону желтой краски где есть поярче в разрезах вот этих и с белилками потом где у нас самое яркое кадми красный с белилками розовиночка светлая еще больше белилок такого набросать растушевываем с вот этим синим на втором сеансе еще подкорректируем и вот это самое светлое тоже лучше на втором сеансе подкорректировать сейчас сделать вот так все мягенько а на втором сеансе можно даже более плотно сделать но сначала вот так гладенько чтобы нам проще было что-то изменить на втором сеансе белилки кадми желтый темный но побольше белилок здесь облачка здесь прям нужно будет побольше белилок вот так плотненько тогда она будет вот так прям ярко но сначала я это чуть-чуть растушевываю все и вот сюда тоже вот такое кинуть даже вот сюда чуть пусть она даже зеленоватое получится ничего страшного вот так светлое к темному растяну здесь нужно такое синеватое облачко вот такое темное как мы делали синий розовый белилки чтобы не слишком темное более светло-розоватое получилось но нас синим будет она должна светло-фиолетоватая быть вот такое по тону можно его будет на втором сеансе чуть-чуть подкорректировать и такой мелочушке добавить нет а здесь небольшое здесь больше возьму в розовую сторону и белилок побольше вот такое светло-розоватое чуть-чуть кинуть здесь больше белилок здесь светло-фиолетоватая теперь кистью двоечкой снова таки белилки кадми желтый светлый под вот это облачко поярче кинуть то есть выделить его что на низ облака попадает свет нужно добавить белилок вот такое поярче здесь чуть-чуть такого еще кинуть здесь прям кадми желтый чуть-чуть кадми желтого в основном белилки почти открытыми белилками почти чистыми находим самая ярко ведь вот такая мягенькая краска и вот такое самое яркое там добавить здесь здесь просто больше растушевываю она будет менее яркая здесь чуть-чуть добавлю вот такой яркости не перекрашу все чуть-чуть добавлю откорректирую вот эту точку мне не нравится ровная какая-то и сюда нужно более фиолетоватый вот такой добавить синий с розовым можно с красным даже можно более светло синевато я добавить аккуратненько до выделить облачка сюда нужно и потемнее как делали можно сначала такое светло синевато кинуть те не перезакрашивая стараюсь найти самые светлые участки и их слегка до выделить чтобы их разделить это допустим вот это она светлее она чуть чуть ближе к нам получается на него больше падает свет получается ощущение что она слегка ближе здесь светло фиолетового слишком темно хотя вот такое нужно фиолетоватая добавить есть можно начать было с темного вот такое нужно потемнее кинуть здесь больше фиолетоватая кинуть больше разовиночки нежели синего здесь такое разорванное сделаю облако идти можно темным вырисовать она сначала темным подкорректировать было прям потемнее облачка вот такие добавить тоже чтобы были сюда нужно тоже розовый синим потемнее более фиолетоватые вот эти выделить то есть точно так как там просто чуть-чуть до выделим есть темная тоже нужно вот так подкорректировать до набросаю облачка подмешиваясь вот этим цветом который есть у нас получается такая мягкость розовиночка вот такой заходим подмешиваясь вот этим нити она получается более мягкий переход получается вот это сделаю вот так чуть чуть темнее видите я стараюсь слегка как бы растушевывать вот так наношу не просто поставил мазочек один и ушел настраюсь вот так как-то набросал набросал и чуть-чуть как бы растушевываю растираю здесь нужно потемнее кинуть видите я просто больше подмешиваю синий и розовый получается темнее можно слегка сажу газовую добавить ну так чтобы не слишком прям темная получилась пока оплачка оставлю потому что глаз начинает замыливаться то есть привыкает глаз лучше на втором сеансе что-то доработать вот здесь нужно светло оранжевать лучше возьму кисть единичку возьмем белилки кадми желтый и кадми красный и аккуратненько аккуратненько более плотный слой сделать чтобы вот это даже вот этот цвет казался ярким а к низу тот же оттенок но больше белилок вот здесь самая ярко низ вот здесь пройти и на края менее ярко вы сама ярко вот это либо слегка растушевываем подмешиваем с тем красным просто возьму кадми красный потемнее они с вот такой розовиночкой чтобы осталось хорошо вытрую кисть вот этот цвет облаков более темный можно сделать в меру чтобы примерно вот этот цвет же получилось вот такое темное облачко слегка светлее сделаю здесь тоже вот такое есть облачко и низ светло-синевато-розовый слишком чтобы более нейтральный цвет был не слишком темный чтобы просто выделить вот это облачко и это слегка растушую слишком темное вот так еще раз проведу вот так оно более-менее сольется таким больше розоватый сделаю чуть-чуть выйду сюда таким потеплеет слишком нужно светлее розовый кадми красный и с вот этим синеватым сойдусь по низу чуть-чуть и розоватого добавить чтобы не слишком яркое было он здесь можно вот так более светлое выделить вот эти облачка еще светлее сделать видите вот такие барашечки стараюсь рисовать чтобы само облачко тоже было такое барашистая что-то здесь слегка растушую вот эти точки подкорректирую светло-оранжеватым можно вот эти облачка подкорректировать низ должен быть слегка светлее чтобы больше показать что свет расходится он здесь светло-синеватым сделать давайте небо наверно пока оставим слегка доработая вот эту область сажа газовая он броженая видите кисть такая она раз слегка пушистая ней проще делать и слегка к низу растягиваем здесь чуть-чуть темнее вот такую небольшую растительность вверх можно вверх вот так можно просто он броженная вы просто прикасаюсь есть небольшая растительность полосочка это здесь да проставлю вот такую растительность вот это к низу выведу она как бы несколько ярусов получилось здесь тоже он броженная слегка вот так на снежочек выйти здесь наверх слегка зайти это слишком темная вот так чуть-чуть растушую и вот этой кисти я стараюсь здесь уголочком так как она у меня пушистенькая вот так слегка вот так держу ее и уголочком притрагусь чуть-чуть к низу протягиваю вот прихлопываю но чуть-чуть к низу тяну вот так вот это которая более темная она ближе а то слегка дальше видите неравномерность где-то ухожу чуть чуть ниже это захожу выше на снежочек мелкой мелкой травки добавить тоже он так с протяжкой к низу она станет светлее потому что подмешается цветом снежка нам так и нужно везде вот так вниз слегка растушевываем как бы слегка зайти на снежочек вытянуть вот здесь травка коричневая с желтым в желтый чуть-чуть добавить коричневый можно розоватый сейчас посмотрим белилки желтый слегка розовый да вот такую он здесь такая травка тоже вот так все не закрашиваю местами показать вот такой трав тоже видите просто к низу растягиваю к низу больше коричневатый взял и можно вот такими резкими движениями либо кистью единичкой вот такая травка подлиннее она можно кисть единичка с тонким длинным ворсом чтобы более детально проработать можно вот так тоже низ хорошо растушевывать с цветом снега она будет похоже что травка растет не просто что-то торчит я хочу еще чуть-чуть снежок подкорректировать более светлым где нужно вот так чуть-чуть подмешаю с вот этим и вот такие не везде а вот так добавить как бы бугорочки то есть вот так здесь вот так видите я как бы если я хочу вот здесь бугорочек я вот так и делаю как бы вырисовываю сам бугорочек по кругу здесь к низу пошло здесь вот так вышло можно чуть-чуть темнее снежочек сделать допустим вот здесь можно слегка сделать темнее так растушевываем с вот этой травкой чуть-чуть подкорректировать допустим вот мы сделали бугорочек светлым выделили вниз можно сделать вот так слегка темнее его мы его до выделили темным давайте наверное дадим подсохнуть что вот эти деревца будет проще доработать полностью еще что-то пройдем давайте дадим подсохнуть так будет легче друзья второй слой я не озвучивал мне показалось что облачка слишком синие я сделал с более теплые больше добавлял розового оттенка сделал слегка теплее их и снежок дальний передний план тоже добавил чуть-чуть розоватого оттенка деревья делал темно-коричневые можно даже с индига крайнее дерево которое уходит за рамки а вот это дерево которое выходит к солнышку верхушка тоже сначала сделал его темным а на верхушечку добавил цвет травки мы разбирали цвет травки как мы делали вот так добавил слегка теплее чтобы верхушка чуть-чуть засвечена было от солнышка когда дорабатывал тучки снежок и старался делать это уже более элисировочно то есть разбавлял пореже и просто менял оттенок грубо говоря делал элисировочно просто чуть-чуть менял по тону на этом все друзья всем спасибо за просмотр пишите картины пишите их с удовольствием счастья мира здоровья добра вам удачи друзья до следующего видео пока